Для выхода в скрытые сети, вроде I2P, TOR, ZeroNAT и прочие, необходимо предварительно установить соответствующую программу. Подобная программа является окном в сеть, скрытую для постороннего наблюдателя, обеспечивая всю внутреннюю логику, криптографию, взаимодействие с другими узлами, обращение к стартовому узлу и тому подобное, что не надо знать обычному пользователю, дабы сберечь крепкий сон. Когда клиент сети установлен, необходимо настроить браузер или другое программное обеспечение. Чаще всего программные клиенты скрытых сетей предоставляют для конечного пользователя HTTP или SOX-прокси. Это стандартные протоколы, которые поддерживаются всеми веб-браузерами, многими мессенджерами и даже некоторыми играми. Благодаря прокси программного клиента скрытой сети можно направить трафик практически любого приложения в скрытую сеть. Исключения вроде Tor-браузера, которые не требуют настройки, по своей сути являются всего лишь пакетом, который включает в себя не только программный клиент скрытой сети, но и настроенный браузер. Путешествуя по обычному интернету, мы не задумываемся над доменными зонами ru, com, org и так далее, потому что все они открываются одинаково. Однако, настроив браузера для открытия сайтов в сети I2P, вы не откроете Onion-домен из сети Tor. Для этого нужно будет сменить настройки прокси-сервера. Поковырявшись с различными настройками, вы можете упростить эту задачу, но если добавить сюда еще сеть Yggdrasil, тема сильно усложнится. Таким образом, настройки вашего браузера будут неизменно усложняться, тем самым создавая поле для потенциальных утечек запросов с вашего настоящего IP-адреса на сомнительные ресурсы. И это при условии, что программы для доступа во все названные сети должны быть установлены на каждое из ваших устройств, где вы хотите ими пользоваться. В этом видео рассмотрим настройку межсетевого прокси-сервера, который нужно настроить всего лишь один раз и затем использовать с любых устройств, переходя от сайта в одной сети на ресурс в другой скрытой сети, вообще не задумываясь о дополнительных настройках браузера или чего-то еще. Будет использован TiniProxy — легковесный HTTP-прокси-сервер для Unix-подобных операционных систем. Для реализации показанного подойдет любой слабый сервер на базе Debian или другого дистрибутива GNU Linux на ваш вкус. Для подключения к прокси-серверу будем использовать Yggdrasil — легкую транспортную сеть со сквозным шифрованием. Можете думать об этом как о VPN. Это решение связано с тем, что трафик скрытых сетей передается в зашифрованном виде только внутри скрытой сети, а от локального программного клиента, который вы установите на свое устройство, до веб-браузера или другого приложения, данные идут в открытом виде. Нормально, когда незашифрованные данные передаются локально, однако передавать их через интернет, где множество желающих будут их мониторить, крайне нежелательно. Это же ваш трафик прямиком из Даркнета. Обычные сайты используют протокол HTTPS, который шифрует передаваемые данные. Подобное решение влечет за собой дополнительные настройки и слабые места в виде централизованных центров сертификации со всеми вытекающими. Поэтому будем делать по хардкору, без доверия третьим лицам, на перспективной и легковесной межсети Игдрасиль. Не буду занимать время демонстрации установки Тор, Айтупи и Игдрасиль. Более того, список скрытых сетей может быть дополнен на ваше усмотрение. Несколько полезных ссылок я оставлю в описании, а недостающую справочную информацию на тему установки вы без труда найдете в интернете. Итак, имеем свежий слабенький сервер с установленными клиентами сетей Игдрасиль, Айтупи и Тор. Переходим в гид репозиторий TinyProxy. Копируем ссылку. Чтобы клонировать репозиторий на сервер, устанавливаю гид. Пишу гид клон и указываю адрес. Инструкция по компиляции исходных кодов находится на главной странице репозитория. Скрипт автогены САЖ завершается с ошибкой. Устанавливаю стандартный набор для сборки программ. Ошибка повторяется. Хорошо, что в интернете меня не забанили. Устанавливаю набор инструментов AutoTools Dev и AutoMake. Теперь автогены САЖ отрабатывает корректно. При сборке версии прямиком из гид репозитория, после выполнения автогены САЖ сразу переходим к команде Make, а затем Make Install. Релизы тени прокси на гитхаб распространяются также в виде исходного кода и собираются аналогичным образом. Поэтому нет большой разницы, что именно вы собираете. Один из прошлых релизов или актуальный гид репозиторий. Уже сейчас можно запустить прокси-сервер, однако все файлы установились в текущую директорию, а файл сервиса для SystemD вовсе отсутствует. Бъедливый зритель наверняка возмутится, почему бы просто не установить тени прокси из стандартного репозитория Debian, ведь тени прокси там присутствует. Чтобы ясно ответить на этот вопрос, давайте выполним команду apt install tini-proxy. В системе появился привычный сервис SystemD, а также конфигурационный файл vtc tini-proxy. Открываем конфигурационный файл и указываем адрес, на который прокси-сервер будет принимать подключение пользователей. Это делается через параметр listen. Адрес IPv6.drasil можно легко посмотреть через утилиту и в конфиг. Теперь самое интересное. Указываем апстримы, то есть адреса прокси-серверов, на которые будут передаваться те или иные подсети или домены. В нашем случае это прокси i2pd для доменов .itp и tor для доменов .anyon. Для i2pd рекомендую указать именно http-proxy, так как этот режим работы более удобен для управления адресной книгой и добавления новых коротких i2p-адресов прямо через браузер. Также возможно указание параметра upstream-known, который отвечает за прямое соединение прокси-сервера с конкретными адресами и доменами вне зависимости от других правил. Опускаемся ниже по файлу и комментируем строку allow с локальным адресом, так как подключаться мы будем не с локальной машины. Если в конфигурационном файле нет ни одного значения allow, Cineproxy принимает подключение с любых адресов. Для комфортного использования необходимо закомментировать все параметры connect-port, так как нет нужды ограничивать себя и наших пользователей при подключении к нестандартным портам. Сохраняем изменения и перезапускаем Cineproxy. В настройках браузера назначаю httpproxy. Естественно, на хостовой машине должен быть установлен xdrasil. Порт прокси-сервер по умолчанию 4 восьмерки. Кажется, все работает корректно. Проверка IP-адреса показала адрес сервера, на котором только что был установлен Cineproxy. Снова открываю конфигурационный файл прокси-сервера и удаляю домен .anion у прокси сети Tor. Такой вид строки означает, что все соединения, кроме xdrasil, он отмечен в upstream-known, и I2P-адресов, должны передаваться в Tor. Перезапускаю Cineproxy и проверяю поведение через браузер. Не работает. Я по-прежнему выхожу в сеть с IP-адреса моего сервера. Если убрать подсеть xdrasil и попробовать снова, Cineproxy, наконец, начнет работать корректно. Возвращаемся к теме об использовании актуальной версии программного обеспечения, а не устаревших пакетов из репозиториев вашего любимого дистрибутива. Начиная с версии 1.12, Cineproxy будет корректно работать с обозначениями IPv6 подсетей. Однако на момент съемки последний релиз 1.11, а тем более устаревший пакет из репозитория Debian, этого делать не умеют. Заменим устаревший бинарный файл Cineproxy на новый, который мы скомпилировали несколько минут назад. Удалим Cineproxy по пути user.bin.cineproxy и скопируем туда новый одноименный файл. Казалось бы, что все хорошо, но теперь служба постоянно зависает при запуске. Люди мы взрослые и льстим себе, что умные, поэтому попробуем разобраться в причине. Явным образом передаю исполняемому файлу конфигурационный файл. Видим номера строк, на которые ругается Tineproxy. Как говорится, истина где-то рядом. Открываю конфигурационный файл через редактор Nano с флагом "-l", чтобы отображались номера строк, и комментирую проблемные строчки. Это устаревшие параметры, которые новая версия программы не хочет воспринимать. Пробую запустить Tineproxy. Но опять зависание. Открываю файл сервиса, который расположен в lib, systemd, system, и немного упрощаю алгоритм запуска. Возможно, это не самое православное решение, но лишь бы работало. Комментирую параметр environment file и меняю строку exec start, явно указывая путь до конфигурационного файла. Делаю demon reload, чтобы изменения в сервисном файле вступили в силу, и запускаю Tineproxy. Работает. Проверка IP-адреса показывает адрес сервера. Проверим работоспособность перенаправления всего трафика через сеть Tor. Для этого удаляем в конфигурационном файле приписку .union рядом с прокси Tor. Работает. Кстати, Tineproxy имеет веб-страницу мониторинга, доступную по умолчанию по адресу tineproxy.stats. Естественно, открыть эту страницу можно только через сам прокси-сервер. Проверка адреса Игдрасиль также показывает, что мы сидим не со своего адреса, а с адреса сервера, где установлен Tineproxy. Смена адреса Игдрасиль через наш прокси также работает. Попробуем открыть домен из I2P. А теперь луковичный сайт .union. Все работает корректно. Между делом говоря, мой публичный прокси-сервер настроен фактически аналогичным образом, только с дополнительным доступом из I2P, помимо Игдрасиль. О настройке I2P роутера смотрите другие мои видео и статьи. Если вам не нужен выход в IPv6-сети через прокси-сервер, по сути дела вы можете использовать исключительно устаревший пакет из репозитория вашей операционной системы и не утруждаться так, как сделал это я. Также кто-то сочтет лайфхаком предварительную установку полноценного пакета, чтобы создался файл службы Tineproxy, а затем обновит исполняемый файл, как это сделал я в примере. Ваш сервер. Вам и решать, как вы будете его администрировать. На этом конфигурацию мультисетевого прокси-сервера можно считать завершенной. По аналогии с показанным, вы можете добавлять любые апстримы для других скрытых сетей или отдельных доменов и использовать единственный прокси-сервер на всех ваших устройствах для любых приложений, при этом не утруждая себя установкой дополнительного ПО на каждый девайс.